В этом разделе мы расскажем о том, как составить группу рекламных объявлений. Если вы создаете новую кампанию, то вы просто переходите на следующий шаг, и система сама предложит вам создать группу объявлений. Если же вы просто хотите добавить новое объявление в уже существующую кампанию, то нажмите на кнопку «Добавить группу объявлений», и вы увидите тоже страницу с такими полями. Из каких элементов состоит рекламное объявление? Во-первых, это заголовок и текст объявления. Заголовок может состоять из 33 символов, текст из 75. Справа от каждого поля вы видите подсказки, сколько символов осталось. Как написать хороший текст объявления? Постарайтесь коротко и емко рассказать о вашем предложении и о его преимуществах. Включайте в заголовок и текст объявления ключевые фразы. Когда объявление показывается на поиске, то слова из поискового запроса пользователя посвечиваются в объявлении жирным шрифтом. На тематических площадках до недавнего времени не было подсветки. Теперь отдельные фразы могут выделяться и на тематике. Система анализирует те ключевые фразы, которые есть в компании, анализирует другие факторы и автоматически выделяет те слова в объявлении, которые считает самыми важными. Добавьте к объявлению ссылку на ту страницу сайта, на которую вы хотите привести пользователя. Следите, чтобы эта страница максимально соответствовала ключевым фразам и тексту объявления. У нас есть комментарий про восклицательный знак. В тексте объявления нельзя два раза ставить восклицательный знак. На самом деле текст объявления должен просто быть написан грамотным русским языком. То есть если какие-то символы допускаются в русском языке, их можно использовать. У нас в примере просто два предложения заканчиваются восклицательным знаком. Это вполне допустимо. Итак, про ссылку на сайт мы сказали. Перейдем к дополнениям. К рекламному объявлению можно добавить дополнение. Это изображения, быстрые ссылки и совсем недавно появившиеся уточнения. Изображения показываются на тематических площадках. Можно добавить картинку со своего компьютера или из интернета. Стандартную или широкоформатную. Справа вы видите, как будет выглядеть изображение вместе с объявлением. Конечно, правильно подобранные изображения привлекают к рекламе больше внимания и помогают быстрее понять суть предложения. Недавно Директ стал поддерживать загрузку больших изображений, чтобы реклама могла более гибко подстраиваться под экраны с разным разрешением. Чем же полезны быстрые ссылки? Во-первых, они делают объявления более заметным. Во-вторых, позволяют пользователю сразу перейти в нужный ему раздел сайта. В-третьих, у вас появляется еще 66 символов рекламного текста. То есть, можно подробнее рассказать о преимуществах вашего предложения. Всего можно добавить до 4 быстрых ссылок. Наконец, добавьте к объявлениям уточнения. Это короткие тексты с вашими преимуществами. Например, можно рассказать о бесплатной доставке, о круглосуточных часах работы и так далее. Это повысит кликабельность объявлений. Уточнение показывается в первом спецразмещении в поиске Яндекса на десктопах. Когда вы составляете объявление, то справа вы видите поле с предварительным просмотром этого объявления. Давайте подробнее на него посмотрим. В поле предварительного просмотра вы можете видеть, как будет выглядеть объявление на мобильных устройствах. В компании вы можете создавать как мобильное, так и обычное объявление. Если поставить вот эту галочку «Мобильное объявление», то именно это объявление будет показано на мобильных устройствах. Для таких объявлений рекомендуется составлять более лаконичный текст, который удобно читать с экрана телефона. Я хочу попросить из чата вопрос, зачем указывать регионы показа, если есть расширенный географический таргетинг. Задать его в вкладку «Вопросы», потому что ответ на него требует более такой развернутый ответ, чем мы можем сейчас в рамках трансляции дать. Наши коллеги, эксперты вам обязательно подробно расскажут. Не только цена клика будет разная, в принципе, тут есть определенные нюансы. Большое спасибо. Также в поле предварительного просмотра вы можете видеть, как будет выглядеть объявление при показе в рекламной сети Яндекса. Напомню, что изображения показываются только для тематической рекламы. Вот два варианта отображения. Объявление с изображением и интерактивный постер. При наведении на картинку будет показан текст объявления. В каждой группе можно создать до 50 вариантов объявлений. Система будет показывать их сначала в ротации, а потом выберет наиболее кликабельное, будет показывать именно его. У всех объявлений группы есть общие настройки. Это ключевые фразы, минус-слова для всех фраз группы и так далее. Обратите внимание, что регион показа можно выбрать не только на уровне всей компании, но и на уровне группы. Вот мы рассмотрели основные элементы объявления. Ну и посмотрите, пожалуйста, на пример. Два объявления на поиске Яндекса. Как вы думаете, какое из них лучше составленное привлечет больше потенциальных клиентов? Первое или второе? Вы можете написать нам ответы. Спасибо, они уже появились. Ну и они, конечно, тут единогласные. Да. Просто совсем простой. Конечно, очевидно, но тем не менее. Большинство, конечно, выбрало первый вариант. Действительно, здесь гораздо больше полезной информации, указана цена услуги, указаны важные преимущества, свой автопарк, на связи 24 часа. Да, здесь в быстрых ссылках есть информация о скидке, о том, что машина приедет за 15 минут. Рекламодатель указал контактную информацию, можно сразу ему позвонить. Так, вот еще пример рекламных объявлений. Наверное, все согласятся, что второе объявление создано более удачно. Здесь быстрые ссылки ведут на каталог квартир. Если пользователь ищет однокомнатную квартиру, он может сразу перейти в нужный раздел каталога. Рекламодатель также рассказал о важных условиях, например, размере первого взноса и о сроке акции. Также он добавил часы работы в разные дни недели. Заголовок во втором объявлении выделен жирным шрифтом и полностью повторяет запрос пользователя. Таким образом, пользователь сразу видит именно то, что он искал. Да, если еще внимательнее посмотреть на заголовок второго объявления, то можно заметить, что он достаточно длинный. Ну вот вспомните, мы только что говорили, сколько символов можно добавить в заголовок. Так, да, вот у нас даже есть как раз вопрос, тут заголовок больше 30 символов, как так? 33, да. Действительно, можно добавить 33 символа, здесь больше. Почему? Потому что здесь сработала функция подстановки части текста в заголовок. Если заголовок и первое предложение в тексте в сумме не будут превышать 56 символов, то система автоматически добавит часть текста в заголовок. И по статистике такая подстановка повышает кликабельность объявлений. Если текст не помещается в заголовок, ну тогда будет добавлен домен сайта, как вот у нас в первом объявлении это видно. Мы можем подвести итоги. Как же составить эффективное объявление? Во-первых, постарайтесь указать все преимущества вашего предложения в коротком рекламном тексте. Во-вторых, повторяйте ключевую фразу в тексте объявления. Это не только позволяет привлечь внимание пользователя, но и повышает коэффициент качества объявлений. Мы еще будем про это говорить, но важно понимать, что это влияет на цену клика. Более качественные объявления могут показываться по более низкой цене. Введите пользователей именно на ту страницу, где находится наиболее полная информация о рекламируемом товаре или услуге. Заполняйте все необходимые поля, добавляйте изображения для показа в рекламной сети Яндекса. И вот как у нас спрашивают, где найти функцию подстановки заголовок, она по умолчанию действительно включена, то есть специально ее включать не нужно, просто пользуйтесь этой возможностью. Ну и, наконец, создавайте объявления как для десктопных устройств, так и для мобильных.